В настоящее время очень необходимо возрождение богатых традиций кубанского казачества в военно-патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. И эта многогранная воспитательная работа успешно реализуется в нашем районе. Вопросы повышения качества обучения и воспитания учащихся казачьих классов и групп казачьей направленности обсуждались на семинаре-совещании. После практической части семинара-совещания, где его участники познакомились с богатым опытом казачьей системы образования 46-й школы, что в хуторе Нищедимовском, состоялась его методическая часть в актовом зале районной администрации, куда были приглашены директора школ, заведующие детских садов, специалисты управления образования, казаки-наставники, классов и групп казачьей направленности, атаманы школ и хуторских казачьих обществ, главы поселений района. Глава Славянского района Роман Сенеговский, открывая мероприятие, подчеркнул, что казачье образование – это залог воспитания достойного поколения. Казачье образование – это залог воспитания наших ребят. Наши дети, благодаря совместной работе, они становятся цельными, они становятся патриотами, любят свою родину, правильно общаются со старшими, правильно относятся друг к другу. Президент страны подписал стратегию развития государственной политики в отношении российского казачества до 2023 года. Для достижения эффективного результата по реализации стратегии правительства утвердило 35 показателей, по которым в конце года атаманы казачьих обществ и представители урновласти будут отчитываться по всем направлениям деятельности, в том числе и по направлению, связанному с развитиями казачьего образования и делов. Атаман Славянского районного казачьего общества Александр Семко в своем выступлении сказал, что именно в патриотизме народа – сила государства. Большая и кропотливая работа казачьего общества и учреждения образования дает свои благодатные плоды. Современному обществу нужны патриоты, интеллектуальные, духовно развитые люди, любящие свою родину, почитающие традиции наших предков, готовые и способные в любую минуту на самопожертвование военное спасение других людей, своих отцов, матерей, братьев, сестер, жен и детей. Казачья система воспитания – это система, которая предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, рождаственности, патриотизма в процессе воспитания и обучения. На протяжении вот уже более 30 лет идет процесс его возрождения и становления. Этот процесс можно считать состоявшимся, и если молодежь начнет пополнять ряды кубанско-казачьего войска, молодежь должна чувствовать себя доследниками и продолжателями славных дел кубанских казаков. Лучшей казачьей школой Краснодарского края в прошлом году стала 11-я школа хутора Маевского. Она служит хорошим примером для других образовательных учреждений района в плане казачьего воспитания. Наш край Краснодарский является, наверное, самым самобытным, самым удивительным, потому что столь бурно и интересно казачье образование, наверное, не развивается в любви. И этот прогресс невозможен без нашего исторического прошлого, без исторической составляющей. Научить управлять роботами можно и нужно, наверное, но азы истории нашей мы с вами должны не подавать. И мы поэтому уверены, что при грамотном подходе к организации работы с родительской общественностью, даже в лицее, уважаемые коллеги, эту работу организовать можно по достойному уровню. Мы понимаем, что это совместная задача формирования единого образовательного пространства и повышения качества образования. Для реализации поставленной задачи у нас на территории определена муниципальная стажировочная площадка, определен флаг к казачьему образованию, это 11-я школа. Седьмая школа поселка Степной – одна из лучших казачьих школ муниципалитета, где накоплен интересный опыт, полезный для многих. Большое значение выделяется казачьему компоненту воспитания учащихся. Проблемы с кадрами, направления урочной и внеурочной деятельности в нашей школе сейчас совсем нет. Обязательным для казачьих стали курсы кубановедения «Основы православной культуры», которые обладают высоким потенциалом, духовно-нравственным воздействием на личность школьника. В рамках внеурочной деятельности ребята изучают традиционную историю культуры кубанского казачества, строевую подготовку, стрелковую подготовку старших классов, прошли основы джигитовки. В каждом классе был создан уголок кубанского быта. В кабинете истории кубановедения – музейный уголок, а в одной школе построен и оборудован силами учителей, казаков-наставников музейный уголок под открытым небом. Рабочее кубанское подворье. Казачье воспитание юных славянцев лучше всего начинать уже с детского сада. Это прекрасно понимают у нас в районе. Сейчас идет большая работа, чтобы почетное звание казачьего детского сада было присвоено трем дошкольным учреждениям. Один из этих детских садов – 30-й хутора «Сербин». Чтобы воспитать в человеке чувство гордости за свою родину, необходимо с детства научить ребенка любить свой город, край, место, где он родился. Природа, которая его окружает, познакомить с культурными традициями своего народа, привить любовь к декоративно-прикладному искусству и народному творчеству. На протяжении многих лет устраивается преемственная линия образовательных учреждений на Кубани, способных познакомить ребят с культурой и традициями родного края, дать знания о истории, воспитывать на примерах жизни казаков, дошкольников, младших, школьников и подростков. Это и явилось для нас основанием проведения целенаправленной работы по открытию группы казачьей направленности на базе нашего детского сада. В процессе обсуждения были затронуты вопросы повышения качества обучения и воспитания учеников казачьих классов и групп казачьей направленности. В 46-й школе очень бережно хранят традиции и обычаи кубанского казачества. У нас действительно все заинтересовались и это теперь действительно будет жить. Да, нам в следующий год у нас два юбилея. Это будет 25 лет казачьей республики Искра и 15 лет, как мы получили статус казачьего образовательного учреждения. И мы очень рады, что сегодня коллеги подходили к нам, они заинтересовались и я надеюсь, что, да я уверена, что теперь у нас в Славянском районе при помощи поддержки со всех сторон наши детки будут расти духовно, патриотически, настоящими людьми. В нынешнем году школьники, их родители, казаки-наставники активно участвовали в съездах, семинарах, конкурсах, фестивалях, различных торжественных мероприятиях. На базе 11-й школы казачьей направленности работала инновационная стажировочная площадка. Там проводились семинары по обмену опытом, посещения, занятий внеурочной деятельности, ярмарки, блюд кубанской кухни. Цикл таких семинаров дал возможность попробовать новые формы работы, что очень важно для развития. А сегодня есть у нас огоньки, сербинская школа и 46-я республика. Искро мне довелось там побывать лет, наверное, 7 назад. Прекрасное такое впечатление. Я желаю вам всем терпения, удачи. Я уверен, у нас все получится. Мы на правильном пути. За большой личный вклад в укрепление и развитие кубанского казачьего войска и активное участие в воспитании подрастающего поколения в духе любви к родному краю почетными грамотами были награждены сотрудники образовательных организаций. В числе награжденных была и директор 7-й школы Елена Черкова. Серьезное мероприятие, которое прошло, все здесь в зале были небезразличны к казачеству. Казачество сейчас у нас самое главное во главе угла – это военно-патриотическое воспитание. Должны вкладывать в детей все то, что есть, они должны это все впитывать. В нашей школе очень прекрасно проходят все мероприятия с привлечением всех наших казаков-наставников. Мы рады, что дети небезразличны к этому, и я уверена, они пронесут это дальше в свое будущее и передадут своим детям то, что мы вложили в них сейчас. По итогам семинара совещания на 2023 год был принят совместный план работы и организационных мероприятий по присвоению регионального статуса казачья образовательная организация для двух школ и трех детских садов Славянского района. Работа для всех заинтересованных служб предстоит нелегкая, но очень необходимая и важная. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Дмитрий Волошин, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...